Теперь о процессе, к которому приковано повышенное внимание. На Сахалине начали рассматривать по существу дело бывшего губернатора Хорошавина и его сообщников. Дело громкое. Взятки на полмиллиарда. По версии следствия, экс-глава региона имел долю практически со всех крупных проектов. Кадры из зала суда. В материале Константина Панишкина. Он больше не прячется от телекамер в глубине черного капюшона. Подтянутый в серой водолазке, экс-губернатор Сахалина Александр Хорошавин открыт для общения с судом и с журналистами. После двух лет в неволе он называет себя телезвездой сродни столичной гонщице Марии Багдасарян. А вот от своего титула, озвученного прокурорами, глава коррупционного ОПГ открещивается. Мне непонятно, где вещественные доказательства преступной деятельности. Взятки так вот озвучили. Значит, деньги. Где деньги? Был ли мальчик, что называется? Были деньги, да теперь уже все изъяты. Вместе с бриллиантовой ручкой за 36 миллионов рублей, коллекцией украшений и редким собранием наручных часов. Одних часов в коллекции бывшего губернатора насчитывалось 195 экземпляров на общую сумму 602 миллиона рублей. Кстати, следствию стало известно, что незадолго до задержания Хорошавин заказывал очередные часы стоимостью более 36 миллионов рублей. Александр Хорошавин, а вместе с ним его бывших замов и советников обвиняет в получении так называемых откатов. Следователи говорят, первый случай датирован 2009-м, когда экс-губернатор только третий год возглавлял регион. Тогда за разрешение на вылов рыбы он вымогал у предпринимателя 12 миллионов рублей. Дальше суммы росли в геометрической прогрессии. 170 миллионов за право строить энергоблок ТЭЦ, 125 за контракт на строительство новых дорог, еще 77 миллионов за выделение бюджетной субсидии на развитие животноводческого комплекса и так далее. Девять эпизодов получения взяток, сопряженных с вымогательством, и также один эпизод, украшаемый, связанный с легализацией преступления житвы. Скажем так, из объема предавленного обвинения видно, что проблемы у предпринимателей были. То, что на Сахалине дела делаются безобразно одновременно в транспорте, в энергетике и в повышении привлекательности региона для бизнеса, еще в 2013-м Владимир Путин поставил на вид губернатору. Вы работать будете или нет? Это что такое? Но, похоже, к тому времени Александр Хорошавин уже вошел во вкус. По версии следствия, он скупал квартиры на сотни миллионов рублей в элитных столичных комплексах неподалеку от Кремля. Обзавелся типичным хозяйством богатея. Бентли, люксовые внедорожники, дворец на Рублевке. Все это теперь конфисковано в интересах государства. Конфисковано и сахалинское поместье экс-губернатора. Усадьба теперь превращена в базу отдыха. В хозяйском Хорошавинском доме, обставленном всеми атрибутами мещанской роскоши, можно снять спальню. Гостевой дом сдаются целиком за 47,5 тысяч в сутки. Расчетно измотанных московских туристов. Кто-то, если, конечно, хочет приехать поспать и не может вообще, в принципе, выспаться в этой стране и в связи со своей работой, то, конечно, ему это место очень хорошо подойдет. Потому что вы, если зашли сюда, почувствовали сразу запах натурального дерева. И, конечно, сон, я думаю, что здесь тоже такой своеобразный, хороший. По слухам, в этом поместье следователи нашли 65 миллионов рублей наличными. Всего же у экс-губернатора изъято 700 миллионов рублей и еще миллиард недвижимостью или прочим имуществом, среди которого обнаружился даже вот этот отреставрированный ГАЗ-21. Так что сегодняшнее ходатайство команды адвокатов Хорошавина об отводе судьи, вероятно, лишь оттягивают неминуемо. Константин Панюшкин, Лариса Никитина, Денис Францов, Первый канал.